Незаконно эксплуатируемые автомобили из Абхазии изъяли алтайские таможенники. Они остановили иностранное транспортное средство в районе пункта пропуска Веселоярск. Машиной управлял житель Алтайского края. На ней он хотел выехать в Казахстан. Мужчина пояснил, автомобиль купил в Новосибирске без необходимых документов. О том, что транспортное средство подлежит таможенному оформлению, не знал. Таможенники установили, что автомобиль был ввезен в Россию гражданкой Абхазии в июле 2023 года. На него был оформлен временный ввоз сроком на один год, а сведения о его обратном вывозе с территории ЕС отсутствуют. В случае отчуждения такого транспорта необходимо было произвести оплату таможенных платежей, чего продавец не сделал. Размер неуплаченных таможенных платежей по автомобилю более 2 миллионов рублей. По данному факту завели уголовное дело по части 1 статьи 194 Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. А я продолжу. В Алтайском крае проходит акция «Гражданский мониторинг». Представитель общественного совета при региональном управлении МВД России Юрий Авиденко, который входит и в состав Краевой общественной палаты, оценил работу отделения оформления заграничных паспортов отдела по вопросам миграции Барнаульского управления МВД. Сама акция «Гражданский мониторинг» имеет определенное значение, когда мы имеем возможность посетить в рамках общественного совета при УВД, в частности, Алтайского края, учреждения, которые имеют отношение непосредственно к жителям. И вот сегодня мы здесь находимся, в миграционном центре, там, где происходит оформление загранпаспортов. Прежде всего, общественника интересовали условия, которые созданы для полноценного приема людей. Уже при входе в здание Юрий Авиденко обратил внимание, что есть пандус для маломобильных граждан, а также оборудована кнопка вызова сотрудника. Начальник отделения оформления заграничных паспортов у МВД России по Барнаулу Евгения Бойко рассказала ему, как в ведомстве организована работа, в частности, о порядке оказания государственных услуг, преимуществах электронного терминала. Так, с помощью системы электронной очереди, граждане могут выбрать любое удобное для себя время приема по предварительной записи, исходя из графика работы подразделения. Оформление заграничных паспортов оказывает две государственные услуги. Это оформление и выдача паспорта нового поколения биометрического, иными словами, срок действия 10 лет которого, и пятилетнего паспорта. Это паспорт старого поколения, так мы его называем. Тоже выдача, оформление заявлений мы ведем непосредственно здесь, в отделении. Обслуживаем всех жителей нашего города и гостей. Жители края, которые пришли в этот день в миграционное отделение, чтобы получить загранпаспорт или заполнить необходимые документы, поделились впечатлениями. Я подавала в конце июня, так как я не по месту прописки подавалась, мне ставили срок до трех месяцев. Вот спустя два с половиной месяца мне выдали паспорт. Через госуслуги подавала. Все удобно, через госуслуги приходит удомление, и все просто, понятно. Отмечу, что Юрий Авиденко после знакомства с деятельностью отдела по вопросам миграции положительно оценил организацию работы с гражданами. И к другим темам. Выставка продукции уголовно-исполнительной системы региона прошла в исправительной колонии номер 3. С товарами ознакомились представители силовых структур и органов муниципальной власти. На выставке презентовали швейные изделия, обувь, мебель, продукцию металлообработки, а также пищевой промышленности, муку, крупы, овощи, растительное масло, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Гости посетили производственные участки и лично посмотрели на условия труда осужденных и техническое оснащение цехов. Я надеюсь, что после данного мероприятия все-таки сотрудничество в части оказания услуг по ремонту автомобилей увеличится именно для силовых структур. В части металлообработки, то их заинтересовала именно росточка металлоизделий. А помимо этого, все-таки надеюсь на то, что мы получим заказ на изготовление баков, контейнеров для твердых бытовых отходов. Как отметили в ведомстве, взаимодействие с федеральными и местными органами власти выстроено давно. Поэтому товарооборот растет с каждым годом. Сегодня в исправительных колониях Алтайского края трудятся 2640 человек. Из них 1700 на производстве. Основная цель УФСИН не получить прибыль, а обеспечить осужденных оплачиваемым трудом, чтобы они могли погашать исковые требования перед потерпевшими и государством. А у меня все к этому часу. Хорошего дня. Не переключайтесь.